Привет, меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер, медиатренер. Последние, наверное, лет 15 я занимаюсь тем, что помогаю редакциям, СМИ, медиакомпаниям, контент-менеджерам и копирайтерам переходить на интеграционные, онлайн-офлайн, удаленные, дистанционные методы работы. Мы учимся делать кросс-медийное планирование, планирование на несколько медиаплатформ и так далее. Поэтому очень логично, что когда случилось это нападение коронавируса на человечество и нужно было достаточно оперативно организовать удаленную работу, многие обратились ко мне с вопросом, ну вот ты там 7 лет на удаленке постоянно, и до этого какие-то опыты были, как же ты вот так удаленно живешь, научи нас. И первый вопрос, конечно же, у всех рождается, а каким инструментом пользуешься для того, чтобы упорядочивать свои процессы. И очень часто, даже когда у нас хорошие отношения, мы давно друг друга знаем, и когда я говорю «не в инструменте дело», ну многие не понимают, многие говорят, ну как же не в инструменте, самое главное найти нужный сервис, либо нужное приложение. Давайте я сейчас постараюсь объяснить, почему я не отвечаю сразу на вопрос об инструменте, потому что без понимания, как устроен переход на удаленку, очень трудно, во-первых, эти инструменты выбирать, а во-вторых, внедрять. Потому что появление, ну сами знаете, да, то есть вы решили с 1 января, например, бегать, или заниматься более активно спортом, вы такие радостно скачиваете приложение, которое, не знаю, калории считает или шаги оно ваше считает. От того, что вы его скачали, вы такие радостные, оп, я сделал первый шаг к тому, чтобы стать здоровее и веселее. Но что происходит 5 января, что происходит 17 января? Если процесс внедрения инструмента не настроен, если у вас нет изменения практики, если нет изменения поведения, то никакое приложение, никакой инструмент не поможет сделать вашу работу эффективной. Меняется то, как вы думаете, меняется то, как вы распределяете задачи, как вы организуете свое время. Поэтому сначала все изменения я рекомендую сделать на бумаге, и потом уже только под ваши задачи подбирать какие-то инструменты. Инструменты дофигища, их очень много, очень разных, с разными оттенками. И как обычно все происходит, 100% вам ни один инструмент не подойдет, потому что у вас всегда будет какая-нибудь хотелка, которую создатели не предусмотрели. Но ведь мы же помним, что наша задача не стать еще одними подписчиками какого-то прекрасного приложения. Наша задача изменить свою работу в контексте вот этого неопределенного срока изоляции и работы из дома. Поэтому давайте думать в первую очередь о том, что мы делаем, зачем мы делаем, как мы делаем, а потом в конце уже разберемся с приложениями и сервисами. То, как я буду рассказывать, оно подойдет и для сотрудников, которые переходят на удаленку и перепридумывают свой режим дня. Также это подойдет и для менеджеров, которые сталкиваются с ситуацией, что вот если раньше я заходил в редакцию, я заходил в офис, они тут все работали, работали, я в любой момент мог посмотреть или могла посмотреть, чем они занимаются. А тут они сидят по домам и как это все координировать. Поэтому давайте я вам сейчас расскажу, как у меня это устроено на уровне личном, на уровне компании моей. И затем мы посмотрим, как это все сделается в онлайн. Значит, что у меня есть? У меня есть бумажная стена. Это просто два листа от Твирчарта. Можно ватман наклеить. Для этого не нужна никакая специальная доска, ничего для этого не надо. Есть просто лист бумаги. Лист бумаги расчерчен на колонке. Значит, сначала у меня, это первая колонка, это те проекты, которыми я занимаюсь, которые у меня сейчас в работе. Дальше у меня колонка, что нужно сделать. Дальше колонка в работе. И колонка сделана, либо на проверку, на контроль и так далее. То есть это моя личная доска по моим задачам. Почему важна визуализация? Почему иметь все задачи по всем проектам, все, что вам нужно сделать, почему важно иметь перед глазами? Во-первых, только тогда у вас мозг освобождается от необходимости про это все помнить. Как бы мы ни говорили, что мы такие все умные, организованные, и все помним, и все знаем, все равно часть мозга занята вот этой дурацкой работой, ничего не забыть. Как только вы приучаете себя, получили задачу, придумали задачу, придумали идею, тут же ее записали на стикер и прикрепили в задачу все сделано, вернее, в столбик то, что нужно сделать, вы освобождаете ресурсы своего мозга, чтобы это не помнить, но задачу видеть не забыть. Если они у вас в таком стеке находятся, это совершенно не значит, что вам сегодня все эти задачи необходимо сделать. У вас есть обзор. Вы из этого обзора дальше можете на сегодняшний день сделать план, что вы возьмете на сегодня. Здесь какая важная деталь. Задачи на этих стикерах мы пишем достаточно дробно и достаточно конкретно. То есть на этом стикере не может быть задачи, типа выпуск газет, это слишком крупняк, это выпуск новостной ленты, это очень большая задача и непонятно, как посчитать, выполнена задача или не выполнена. То есть в задаче обязательно должен быть глагол. Глагол желательно активный, понятный, не стимулирование организации чего-то, а написание текста, составление плана, что-то такое, что вы в конце посмотрели и этот глагол перевели в совершенный вид и определили, типа сделали ли вы задачу или не сделали. То есть вот здесь, например, у меня там проверить карту soft skill на логичность. Мы делаем большую карту soft skill по своей версии. У нас есть некий чернавик драфт и моя задача сейчас вот этот драфт проанализировать, посмотреть, есть ли там какие-то логические несостыковки. В этом есть моя задача. Вот есть этот стикер, который относится к конкретному проекту. Дальше. Штука про развитие мое профессиональное. Научиться делать непрерывную ленту в Инстаграме. Есть несколько методик через фотошоп, без фотошопа. Я хочу посмотреть, как эта штука делается именно на уровне ручек и сделать там какой-то фрагмент с этой непрерывной лентой. То есть совершенно не обязательно это только рабочие задачи. Я привыкла планировать абсолютно все, включая посиделки с друзьями, чтение книжек, медитации, потому что все это занимает время. Но это уже вопрос про тайм-менеджмент, а не про управление тайферами. Поэтому это может быть в таком видео. Еще одна задача. Записать видео про гугл-блоки для Александра Болохова. В комментариях с одним педагогом по преподавательной физике мы договорились, что я ему сделаю скринкаст, как эту штуку можно организовать, чтобы получать задание и структурировать задание, которое выполняют его ученики. То есть у меня есть конкретная задача, конкретный глагол записать видео, о чем, для кого это так. Вот такого типа задачи. И они все лежат в стеке, как только либо прилетает какая-то задача, либо мне переходит полуфубликат, сделанный другим сотрудником. То есть я это делаю на стекере и вешаю в отношении конкретного проекта. Если, вот я составила план на сегодняшний день. Сегодня я буду делать вот это, вот это, вот это и запишу сегодня видео. Вот мой план на сегодняшний день. И в течение дня я могу там подходить, выполнила задачу, скомкала вот так вот этот листочек, выбросила. Это добавляет такой совершенно прекрасный, тактильный, знаете, гештальт закрыт, типа задачка сделанная и галочка поставлена. То есть я люблю задействовать разные органы чувств, глаза, тактильность и так далее. Вот. Это полезная штука для вас. Чем еще эта штука полезна? Если вы живете с детьми и с родственниками, и с партнерами, с супругами, то эта наглядная табличка показывает всем, чем вы заняты. Потому что, вот, очень часто бывает, что дети не очень понимают, ну, родители сидят, уперли в свой компьютер, не понятно, чем они там занимаются. Этот артефакт, эта доска, во-первых, позволяет вам показать людям, чем на самом деле вы занимаетесь, какие у вас задачи есть и насколько вы загружены. То есть я могу подойти там и сказать своему сыну, смотри, вот я сегодня вот это сделаю, сегодня должна это сделать до шести, до семи. Все, и дальше мы играем на слойные игры. У нас есть основа для договориться. То же самое с... Можно показать. Вторая история, это про планирование нагрузки. То есть если вы перенесли кучу-кучу-кучу задач в столбик в работу, вы сами просто вот этим физическим действием будете себя нагружать. Ваша задача структурировать свою работу так, чтобы у вас в день было, ну, количество задач, которые вы можете выполнить. Так что загнанная лошадь в марафоне не побеждает. Нужно понимать, что вся эта история с самоизоляцией и карантинами, она, во-первых, не предсказуема по длительности. И от того, что вы в мыле и в ужасе сделаете все в один день, а потом будете уезжать бездыханной, от этого никакой пользы не будет. Ваша задача распределить свои силы. И вот это тоже одна из методов, каким образом мы здесь все распределяем. Значит, это про нас, если мы сотрудники. То есть это планирование нашей деятельности. И задачу выполнили, перенесли, порадовались, отметили, выдали себе какую-нибудь золотую звездочку или бунду хорошего сотрудника, хорошего исполнителя. Значит, что с точки зрения менеджера и управляться? То есть вся та же самая история, вся та же самая таблица. Только у вас не проекты здесь могут быть, например, а здесь могут быть имена сотрудников. То есть, например, вот тут у нас в таблице задачи Насти, задачи Олега, задачи Иры, задачи Игоря. И тогда те же самые стикеры, они будут размещены не по принципу проекта, а по принципу, кто отвечает за эту задачу. И у вас будет, опять же, наглядная структура, наглядное представление о том, кто чем занят, у кого какая задача и от кого что вам необходимо ждать в качестве результата этой деятельности. Что тренируется и с чем мы сталкиваемся, когда мы внедряем эту систему? Во-первых, далеко не все менеджеры умеют разбивать бизнес-процесс на задачи. Потому что даже написание материала журналистам и написание текста копирайтера это не одна задача. Там есть внутри еще куча опасников, типа провести интервью, типа расшифровать интервью, если мы на основе разговора с экспертом это делаем, или там найти информацию, перепроверить информацию, собрать документы. То есть есть куча других глаголов, которые занимают время, которые влияют на конечный результат. То есть далеко не все менеджеры представляют себе эту цепочку, и им нужно скрипя мозгом этому всему достаточно оперативно учиться. Что еще? Далеко не все исполнители, далеко не все сотрудники готовы работать от результата. Потому что вся эта удаленка и вся эта дистанционная работа, она проверяет на прочность наше доверие внутри коллектива. То есть если доверие внутри коллектива основывалось на том, что может прийти, не знаю, там главный редактор сбитый и сказать, о, где все мои материалы, и такие все быстренько начали делать, тогда в дистанции, конечно, народ развезется, и очень долго потом надо будет собирать. Если же внутри компании, внутри организации акцент идет на продуктивности и результативности, то есть не важно, где ты делаешь эту задачу, важно, чтобы задача была сделана. То есть у нас здесь не написано, сколько часов ты должен просидеть, чтобы родить выполнение этой задачи. Там есть описанный результат, который нужно сделать. Дальше прописывается дедлайн. Естественно, у каждой карточки должен быть дедлайн, когда результат должен быть сдан. И вот эта договоренность между менеджером и исполнителем, она основывается на том, что мы проговорили, сколько приблизительно времени нужно, чтобы сделать задачу хорошо. И здесь опять менеджеры спотыкаются, потому что так как они не видят систему участия целиком, они хотят выполненную задачу вчера. Ну, честно, это невозможно. И внедрение вот такой вот системы, наглядной системы, прозрачной системы, оно сильно меняет, выставляет некие требования и к исполнителям, и к менеджерам. С чем мы еще сталкиваемся при внедрении такого подхода? Ну, такая наглядная система, она выгодна тем, кто работает ответственно, и не выгодна тем, кто работает безответственно. Потому что когда нет такой прозрачной таблицы, и не очень понятно, кто чем занят, кто насколько загружен, пока это все в голове только у редактора, то можно совершенно спокойно прийти на планерку и сказать, ой, у меня такая сложная задача, я такой весь загруженный-загруженный, но никто не помнит на самом деле, сколько на тебе задач висит. А когда это все существует в наглядном представлении визуальном, можно очень легко увидеть, у кого много сложных задач, у кого много мелких, у кого одна, которую он себе переносит, в результате не переносит. И точно так же это невыгодна система для тех, кто приходит на работу, чтобы присутствовать на работе. Да, конечно, в редакциях такие не сильно выживают обычно, там у нас есть фокус на результативность, дно в пиаровских кампаниях, в контент-бюро, ну, бывает такое, да, то есть бывают люди, которые приходят и тратят очень много примитива на кофе, на посидеть и так далее. Поэтому вот эта система, она позволяет выточить наружу, визуализировать те процессы, которые у вас происходят. Если бардак, вы увидите вот эту таблицу бардак. Если у вас более-менее упорядочено, то она просто позволит вам иметь картинку целиком и по ней ориентироваться. И опять же, по ней очень легко проводить планерки и выгодно проводить планерки. То есть вам нужно вспоминать те задачи, которые необходимо сделать. Они у вас все находятся в стейке туда, типа, надо, хочется, идея, баллы. И дальше на планерке вы, собственно, планируетесь. Вы просто берете стикер и говорите, окей, в этой неделе мы эту задачу делаем, а вот эта задача полежит пока на полочке, она не сильно актуальна, приоритетом не низкий. А теперь, когда системно и подход мы обсудили, теперь давайте посмотрим, как то же самое реализуется в дистанционном электронном формате. И мы посмотрим это на примере инструмента под названием трелла.